весело погнали 12 километров в одну сторону 12 другую хоть бы одна машина проехала закончилась дорога началась бездорожье здесь еще дороги даже лучше чем во многих городах россии деревня пороги добро пожаловать река большая осадка порожское водохранилище всем привет меня зовут она и побывав на самой большой гидроэлектростанции в россии саяно-шужинской я приехал на самую древнюю старинная уже не действующую но до прошлого года она действовала гидроэлектростанция стоит на реке большой садки садкинском районе челябинской области пороге она небольшая всего 125 метров длину пойдем смотреть что это за станция памятник истории высота 21 метр ход запрещен опасно для жизни даже влюбленные находят место для своих замочков гидроэлектростанция выложена из дикого камня и а строительство начали бизнесмены металлурги в 1908 году в 910 и и уже запустили и она уже работала и помимо того что здесь работала электростанция стоял завода и она строилась для завода выплавляли здесь сфера сицилий и все в шлаке и все в отходах ее закрыли год назад 2017 году потому что реконструкция этого объекта влетает там в миллиарды всем плевать в принципе поддерживать даже как памятник истории памятник архитектуры никто не хочет объект находится в аварийном состоянии здесь даже камеры стоят наблюдения камеры туристов не останавливаются где им интересно там и лазит на соплях такие тяжеленные штуки висят какая же красотень просто посмотрите на это на меня летят маленькие брызги оттуда это наверное видно старинная укладка камня и все это стоит уже 110 лет это очень мощно выглядит я надеюсь что она не рухнет скоро очень жаль что нельзя пройти сверху рискнуть конечно можно но судя по тому как разваливается здесь походу там разваливается еще даже по жестче если ты упадешь то тебе будет гаранты сто процентов загнивает пол лет через пять походу будет не пройти москва курган ладно так уж и быть кстати уже видно как вода пробивается сквозь кирпичи всем кто меня смотрит я бы посоветовал сюда приезжать и как можно скорее потому что все разваливается очень быстро разворовывается и пропадет часть истории уникальности поэтому вперед на пороге бегом бегом пока она не и можно приехать своей машине проложить путь можно приехать попутками но машина очень редко сюда проезжают а можно доехать до села романовки как я это сделал за 150 рублей на электричке из златоуста и идете 12 километров именно вот до этой точки и обратно пешком электричка ходит каждый день два раза утром вечером пол седьмого утра она отправляется из златоуста восемь утра вы уже здесь а отсюда уезжает в пять двадцать и в семь часов вы уже в златоусте классная скала вот там течение жесткая седьмой калибр шестьдесят два тридцать девять кто-то здесь охотился на кого-то либо просто стрелял красиво но грустно рыба за сколько здесь смотрите как рыба плескается осыпаются скала пороги назвали потому что здесь были каменные пороги их все затопило после строительства газ можете поставить на паузу и почитать музыка вообще времени ровно хватает если вы утром приезжаете не торопясь наверное часа три идти до электростанции там часа два побыть поснимать и как раз часа три идти обратно двадцать пять км в принципе небольшое расстояние пять шесть часов ходьбы я не думаю что прям можно так сильно устать если не торопясь идти почему в дорожные знаки так любят стрелять целая плантация ну что ж добрался до платформы тысяча восемьсот восьмидесятый километр рубль не нашел интересно такие деньги примут в магазине если у купюры сохраняется пятьдесят один процент их принимают в принципе даже пасти на пополам рваные а если монетки ну у меня кошелек упал блин на рельсы е-мое если собрались в путешествие куда-нибудь в челябинскую область обязательно посетите это место ну а с вами было на и подписывайтесь на канал ставьте лайк нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео это была гидроэлектростанция пороги до следующего видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok и